Здравствуйте, друзья! Третья книга Моисеева, Левит, в еврейской традиции называется «Ваикра» и «Воззвал». Именно так звучат первые слова этой книги «Ваикра» и «Ваедабер» Господь, и сказал Господь Моисею. Эта книга, книга Левит, почти целиком посвящена ритуальному законодательству, богослужебным правилам, правилам жертвоприношений и всего того, что связано с чистотой человека. Казалось бы, зачем нам, христианам, вообще нужна эта книга? Почему мы должны обращать на нее внимание? Ну, во-первых, потому что ни одна йота не придет из закона по неложному слову Спасителя, пока не исполнится все. Ни одна самая маленькая буква в Моисеевом законодательстве не прекратит своего существования, пока существует небо и земля. Христос сказал, скорее, небо и земля прекратят свое существование, нежели хоть одна йота из закона пропадет. Но не только поэтому. Для нас книга Левит, как и другие части Моисеева Пятикнижия, представляют неизменный интерес. Ориген, церковный учитель, живший в III веке, составил даже целую серию проповедей, гамилей на книгу Левит. В них, в этих проповедях, в этих гамилях Ориген представляет все те правила и ритуалы, аллегорически истолковывает их в приложении ко Христу. Христос — это и жертва, а в книге Левит чрезвычайно подробно и много говорится о различных формах жертвоприношений. Христос в Новом Завете — это жертва за грехи всего мира, единократно принесенная, совершенная жертва. Но Христос — это и священник, священник вовек по чину Мелхиседекову. И жертва, и священник — это все Христос Нового Завета. Для Оригена все, что сказано в книге Левит, — это прообразы, образы, прототипы. Ориген учил сквозь презренную плоть буквы видеть дух смысла. Для нас сегодня, пожалуй, Оригенов этот чрезмерный аллегоризм вызывает в нас скорее аллергию. И мы уже не привыкли так аллегорически прочитывать священные библейские тексты. Но для нас в книге Левит, даже если понимать ее буквально, прямо, и не заниматься аллегорезой, для нас в книге Левит есть немало интересного. Я остановлюсь лишь на одном стихе. Казалось бы, в такой книге, почти целиком посвященную ритуалу, богослужению, вдруг мы встречаем такие слова. Книга Левит, 19 глава. «Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». «Вэгафталерэха камоха». Казалось бы, этим словам место в Новом Завете, но однако это Ветхий Завет. И причем самая малочитаемая книга из пяти Моисеевых книг — книга Левит. Именно в книге Левит содержатся эти замечательные слова, дорогие сердцу каждого христианина. «Люби ближнего твоего, как самого себя, люби пришельца, люби вдову, люби сироту, как самого себя». Любить Бога и любить ближнего — это двуединая заповедь, на которой висит весь закон и пророки. Господь наш Иисус Христос в этой двуединой заповеди объединил все Моисеевы заповеди, свел их к этим двум, а точнее к одной, и на них повесил весь закон и пророков. Книга Левит для нас, кажущаяся такой неактуальной, хранит свою актуальность по меньшей мере вот в этом прочитанном мной стихе. Дорогие друзья, будем читать книгу Левит. В ней много трудного, непонятного. Будем обращаться к Гамилиям Оригена, который умел увидеть в книге Левит Христа. Будем обращаться к современным исследованиям, посвященным этой книге, научным в том числе исследованиям. Будем помнить, что в этой книге содержится величайшая заповедь, данная не только евреям, но всем людям, данная самим Господом. Звучит прямая речь Господа. «Ля хавталер эхакамоха. Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Говорит это не Моисей, говорит это не Аарон, говорит это сам Господь, Творец неба и земли, Творец человека, любящий Его и поэтому повелевший Ему и повелевший всем нам любить друг друга так, как Господь возлюбил нас. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова